Доходы от туризма обычно помогают в сфере услуг стран Южной Европы восстановиться после кризиса, но только не в Италии. Здесь лето 2014 оказалось крайне неудачным. По данным Ассоциации гостиничного бизнеса Федеральберги, с июня по август число иностранных туристов в итальянских гостиницах выросло всего на 0,6%, а местных упало на столько же. За прошлый год приток туристов увеличился на 4%. Достичь таких показателей в этом индустрии не надеются. Даже сезонного роста занятости не произошло. В Италии обычно говорят, если идет дождь, виновата правительство. Федеральберги так далеко не заходит, но дает Риму кучу советов. Среди прочих предложений снизить налоговую нагрузку, в том числе непопулярный туристический налог, и поднять с тысячи евро уровень разрешенных расчетов наличными. А вот в Испании туризм – одна из наиболее рентабельных сфер экономики. В августе был побит новый рекорд по числу путешественников. Британцы, французы и немцы наводняют пляжи и средиземноморские острова. Но что будет, если в экономику всех этих стран вернется рецессия, и у людей не останется денег на поездки? Теплая и сравнительно дешевая Испания традиционно привлекает жителей более северных стран Европы. На долю туризма приходится 11% испанской экономики. За один только август число иностранных туристов, по оценкам правительства, впервые превысило 9 миллионов человек. Четверть из них – немцы. А вот русских туристов, давно облюбовавших Испанию, подкосили ослабление рубля, геополитические проблемы и серийное банкротство туроператоров. По сравнению с прошлым августом число приехавших из России упало на 8%. Для Греции русские туристы – тоже важная статья доходов. Сюда ежегодно приезжает более миллиона человек из России. Но сокращение их числа Греция пережила безболезненно. Ведь этот год оказался рекордным для туристической отрасли, которая обеспечивает 17% греческой экономики. Для Греции туризм, безусловно, сильная карта в экономической колоде. И в этом году именно она сыграла. К концу года, как ожидает правительство, страну посетят 21 миллион человек на 10% больше, чем в прошлом. Они принесут экономике 31 миллиард евро. Греции абсолютно необходимы эти деньги, чтобы справиться с последствиями шестилетней рецессии. В среднем иностранный путешественник в этом году, как и в прошлом, потратил на греческой земле 600 евро за поездку. Но Греция берет оборотами. Из-за кризиса владельцам гостиниц и ресторанов пришлось заметно снизить цены. Так что им удалось привлечь в страну больше иностранцев.